Региональный бюджет вырос на 38,5 миллионов рублей. Напомним, в этом году объем областной казны составил более 48 миллиардов. Что делать с доходами и как стабилизировать экономику? Актуальные темы обсудили на совещании по финансо-экономическим вопросам. Мы сегодня на повестке дня рассмотрели целого ряда вопросов, которые затрагивают на прямой итоге наполнение казны в текущем году, которые позволяют нам посмотреть, насколько хорошо или плохо, или с какими-то недостатками организовано у нас взаимодействие по легализации, в том числе и заработной платы, теневого сектора экономики, но и по совершенствованию управленческих механизмов в доходной части консолидированного бюджета. В ноябре и декабре в региональную казну поступит еще 9 миллиардов рублей. Большую часть от общей суммы доходов бюджета направят на соцподдержку и зарплату ульяновцев. Также деньги должны быть вложены в решение нездоровых проблем в сфере здравоохранения. Об основных источниках доходов в своем докладе рассказала министр финансов. По-прежнему лидирующую позицию в доходах у нас составляют акцизы. Это 34,1%. Удельный вес больше на 3,1% по сравнению с прошлого года. Также прибыль обеспечивалась налогом на доходы физических лиц и налогом на прибыль организаций. Кроме того, за 10 месяцев финансовая помощь из федерального центра поступила в сумме более 9 миллиардов рублей. У аппарата правительства появилась амбициозная задача. В ближайшие годы из 48 миллиардов общего бюджета вырастить сотню. Первый заместитель председателя правительства Марина Алексеева рассказала, какими способами можно привлечь материальный успех. Достаточно работать в трех направлениях. Первое – это активная инвестиционная политика. Второе – это совершенствование законодательных норм, то есть налоговых преференций, льгот. И третье – это, безусловно, вылавливание налоговой нагрузки и поиск потенциалов, ну, в том числе и через легализацию заработной платы и теневого бизнеса. Интенсивная проработка этих направлений даст свои плоды в ближайшие годы. Виктория Черкова, Юрий Конихин, Новости Уллправды ТВ.